это дежурная группа и мы узнали что вот эти вот турникеты на красной армии подняты сегодня для того чтобы снова парковка здесь стала платной некоторое время функционировала даром как автолюбитель сама я достаточно хорошо отношусь к платным парковкам центре но если туда удобно заезжать как например на набережной или возле коммунального моста на месте бывшего паука и удобно платить здесь нужно что-то с приложением сделать сейчас я буду пробовать у меня его нет а парковаться надо так не поддерживается моим устройством подошла к паркомату посмотрела что не поняла как воспользоваться позвонила на горячую линию на горячей линии мне сказали что нужно скачать приложение и вот так воспользовалась тоже было непросто все было очень сложно было непонятно я вокруг вы навернула не могла понять что сделать чтобы заехать а вас получается оплатить парковку не получается и как с этим делать вообще никому не понятно у нас тоже не получилось мы пытались не реагирует вообще никак не реагирует и самое главное и парковки если сам виноват будешь и дела не делаются беда бедова насколько в нее удобно заезжать очень неудобно прям совсем неудобно она очень узкая честно говоря не знаю заработает ли когда-то нормально эта парковка ну вот молодой человек сейчас видимо нашел выход из ситуации встать на чужое место уже оплаченное что творится что творится хотел быстро заскочить пока этот не поднялся турникет видимо я туда как-то раз заехал на эту парковку и по выезду не завершилась парковка и с меня еще 14 часов снимали деньги ну желающих оплатить парковку или тех кто с ней разобрался сегодня немного ведь вот пустая парковка ну вот народ такой выход находит пожалуйста тут столбик снесли между двумя этими турникетами воткнулся и нормалек ну или просто стал перед парковкой красноярск как известно город рельефный но если есть рельеф вот такие например даже искусственные парковки и горки с них то красноярский школьник скорее всего это он здесь всегда себе найдет развлечение зимняя в данном случае но вот видите накатали но кстати это не совсем безопасно по катушке устроили вот здесь чем это место небезопасно выходит прямо на дорогу но здесь вот пока редкие кустики пружинят их так уже подламывают вот пружинят до поры до времени как она будет сильно раскатана эта горка катаются дала с ребятишки с вот этих вот парковочных горок до катаются боитесь отправлять до вот вам и горка по нормативам может быть не случайно вот туда перебираются люди школьники скорее всего конечно мамочки то туда не отпустят никого вот таких вот ребятишек а скорее конечно школьники ездите здесь осторожнее ну и такие места есть в каждом районе города а мы едем дальше дедушка смотри минослава к нам пришла ой здравствуй здравствуй ну заходи скорей заходи заходи привет привет заходите давайте знакомиться я дед мороз оля дед мороз дима оля аня я была хорошей девочкой него не факт надо еще посмотреть здравствуй дедушка мороз ты наверное замерз метель ей пела елочка мороз снежком смотри молодец а чудеса он какие-нибудь делает как думаешь я думаю да потому что ну откуда он берет допустим то что просят дети не магазины же покупают сегодня завтра и послезавтра вот этот терем на острове татышев открыт для посещения ориентир это знаменитая площадка маленький татышев все это абсолютно бесплатно единственное ограничение нужно будет подождать своей очереди но для того чтобы было не скучно здесь есть вот такие вот ребята иван это иван а вон там вот его друг можем показать рассказать о разницу техники если хотите выше чтоб получился то надо снизу делать вот так а чтобы получился дальше то надо по-другому двумя сковородами будем петь давай двумя так двумя пока мы тут печем блины вы нам звоните пишите по телефону 202 222 это была дежурная группа анна гейнс и никита сигай новости брима